История музея природы при Центрально-Черноземном заповеднике имени профессора Алехина началась 44 года назад, когда административное здание преобразовали в демонстрационные залы и завезли уникальные экспонаты. Очень большую работу провел по организации нашего музея Валентин Беляев. Он был известным художником из группы московских художников-абстракционистов. Он приехал сюда и в течение трех лет оборудовал этот музей. В первом зале история появления самого заповедника. Как отмечают хранители музея, большую роль в сохранении земель сыграли ее первые поселенцы. Стрельцкая степь, почему? Казацкая степь, почему? Да вот стрельцы и казаки, они были отменными воинами, которые защищали южные рубежи нашего государства в крепости Курск. И вот им за верную службу были эти степи подарены. До революции их не распахали. И после, когда уже ученые стали обследовать, везде ездить по всему Черноземью, искать эти степи, решено было, обязательно должен быть заповедник степной. Назвали его тогда центрально-черноземный. В 30-м году предварительно приняли постановление СовМИН, что надо здесь иметь такие территории. Первые экспонаты в музее появились при директоре Алексея Красницком. В историческом зале представлены находки из курганов, карты, выписки из архивов, многиличные вещи и труды основателя заповедника Василия Алехина. Среди них первые книги о Стрелецкой и Казацкой степях. Второй зал посвящен климату и почвам центрально-черноземного заповедника. Здесь на стендах и планшетах представлены данные, работающие с 1947 года метеостанции. Есть фосфоритные плиты, голубые глины, белый мел, лечебные торфяные грязи и даже полиогеновые песчаники возрастом 30 миллионов лет с отпечатками древних растений. Когда-то вот нашу Курскую область заливали моря, океаны, иногда это были сухие территории, иногда вот эти болотистыми они были. Но вот с тех времен на этих всех экспонатах отпечатались древние растения, непостижимо, но росли секвои, вечно зеленые дубы, лавры, магнолии. Это вообще-то, конечно, когда трогаешь отпечатки этих растений, необыкновенные ощущения. Необыкновенные ощущения испытывают и посетители музея. Эти почвенные монолиты делали ученые из Ленинградского музея. Они хранятся без стекла, поэтому экскурсанты часто пытаются попробовать экспонаты на ощупь. Детишки стараются посмотреть, как же они там закреплены. Оказывается, методика была интересная. На сахарный сироп, по кусочку, по зернышку все приклеивалось. И в некоторых местах видно, как пальчиком кто-то посмотрел, что же там под черноземом-то есть. Представленные образцы являются эталоном, с которым сравнивают все почвы мира. Третий зал самый большой. Он посвящен животному и растительному миру. Здесь представлено более 4000 насекомых. Эту коллекцию бабочек, в которой более 800 видов, помогали делать работники Властного краеведческого музея. Есть большие и маленькие жуки, а также древесные и кустарниковые породы заповедника. Например, срез дуба, которому было 220 лет. Редкими видами интересуются растения все. Много лекарственных видов. У нас же 1300 видов произрастает в степи. Все не покажешь, конечно. Из них 300 видов лекарственных. И самые ценные лекарственные виды. Тот же адонис или горицвет весенний, корни которого используются от сердечной недостаточности. У нас 13 видов растений, которые в Красной книге России. Больше всего посетители интересуются животным миром. Сова, черный ворон, коршун, ястребы, хищные птицы на расстоянии вытянутой руки. Редом стоят чучела волка, лисы, ласки и русской хохули. Всего 270 экспонатов. Самый большой – лось. У него два рога. И один с пятью отвершками, так называемыми выростами, а один с шестью. То есть это на конвейере поставили от одного и другого лося рога. И вы представляете, вот ему вот столько лет, например, плюс один, пока он рос, там, 7 лет этому, допустим, лосю. Очень интересное чучело кабана. Оно сделано правильно в Воронежском заповеднике. Ученые его делали. И видно, какой облик, поза. Это тоже должно быть очень хорошее мастерство у людей, которые занимались этим. Например, экспонат косулю делали в Мордовском заповеднике, тоже специалисты. Кроме чучел животных и птиц в экспозиции есть палеонтологические находки. Среди них рок-тура. Этого вида не существует на планете уже почти 400 лет. Четвертый зал – информационный. В нем находятся выпускаемые заповедником труды портреты ученых, которые здесь работали. Алексей Михайлович Красницкий, который 24 года был директором. Все постройки были при нем сделаны. И, конечно, во-первых, а во-вторых, он был все-таки ветераном войны. И здесь тоже есть витрины, посвященные вот как раз его такой военной истории. И военная история, естественно, заповедника. В следующем году Музей природы отметит свой юбилей. Ему исполнится 45 лет. Возможно, получится сделать отдельный музей, посвященный создателю заповедника – Василию Алехину. Но пока это только планы.